Невозможно было представить, что это могло произойти в нашей стране. Одна из главных американских газет опубликовала абсолютно правдивую статью о кандидате в президенты. Тех на монополии испугались, что эта статья может повредить их кандидату, и за три недели до голосования они затирают всю информацию об этом. Они не дают обществу читать новости. Они не извинились за это, даже не побеспокоились придумать какое-нибудь правдивое оправдание. Они просто взяли и сделали, как какое-нибудь китайское правительство. Они монополисты. Власть у них, а не у вас. И им не важно, что вы о них думаете. Это самая масштабная цензура, с которой Америка сталкивалась за все 245 лет. И это угрожает нам всем. Демократия работает только при свободном обмене информации между гражданами. А теперь уже нет такого. Это темные времена. Вот подробности. Сегодня утром Нью-Йорк-Пост опубликовал серию имейлов, которые подтверждают довольно прибыльные отношения Хантера Байдена с украинской компанией Бурисмо. Также они описывают, как его отец, в то время вице-президент США, помогал сыну торговать влиянием. Мы уже слышали об этой истории раньше, но эти имейлы добавляют ошеломительные подробности. Никто не спорит с тем, что эти имейлы настоящие, даже сторона Джо Байдена. Вы слышали, наверное, что все это часть российской дезинформации. Если это и дезинформация, то это самая обоснованная дезинформация. Но это не похоже на дезинформацию. Слишком много деталей. Эти имейлы всплыли на ноутбуке Apple, который был принесен в ремонт компьютеров в Делавере в прошлом году, и брошен там. Через определенное количество дней без оплаты владелец мастерской стал собственником ноутбука. Он заглянул в данные и обнаружил десятки тысяч имейлов, включая переписку с представителями иностранных компаний и правительств. Ноутбук, очевидно, принадлежит Хантеру Байдену. Хозяин магазина был ошеломлен всей этой коррупцией и испугался за свою семью. И в конце прошлого года он отдал ноутбук ФБР, сохранив копию жесткого диска у себя. Но ФБР больше так и не появилось. К маю он уже был встревожен и обратился в офис Майк-Али, единственного незамешанного консерватора. Он писал им на их веб-сайт, но никто не ответил. В конце концов, человек связался с офисом Руди Джулиани, и сегодняшняя история — это следствие этого. Техномонополии мгновенно отреагировали. Исполнительный директор Фейсбука Энди Стоун, бывший член Демпартии, заявил, что его компания подвергнет цензуре статью в Нью-Йорк-Пост. Или, как он сказал, цитата, «сократит ее распространение на нашей платформе». За ним сразу последовал Твиттер и заблокировал аккаунт Нью-Йорк-Пост. Тот момент, когда крупнейшая газета в мире забанена на Твиттере. Также потом Твиттер пересекал попытки пользователей делиться этой статьей, как в частной переписке, так и публично. Те, кто пытался поделиться, получали такое сообщение. «Ваш Твит не может быть отправлен, так как этот источник определяется Твиттером или его партнерами как потенциально вредоносный». В другом объяснении Твиттер написал это. «Мы не позволяем нашим службам распространять контент, полученный с помощью взлома, который содержит частную информацию, может подвергнуть угрозе жизни и здоровье людей или содержит коммерческую тайну». Именно. Тот самый Твиттер, который распространял, очевидно, полученную законно, статью Нью-Йорк Таймс о частных налоговых возвратах президента. И кого, кстати, взломали здесь? Никого не взламывали. Твиттер никогда не указывал на это. Что касается коммерческой тайны, ее не было. Мы уже и так знали, что Хантер Байден торговал влиянием офиса своего отца, чтобы получать по 50 штук в месяц от украинцев. В октябре он сам это признал. У вас не было каких-либо специальных знаний о природном газе или Украине вообще? Почему же? У меня было столько же знаний, сколько и у других в Совете. В списке причин, по которым вы находились в этом Совете, вы не указали, что вы сын вице-президента? Конечно, нет. Вы считаете, это повлияло? Я думаю, что невозможно мне быть в любом из этих Советов без упоминания о том, что я сын вице-президента. Спасибо, что признаете реальность. Так что мы знали основные черты. А вот чего мы не знали до сегодня, это насколько это все было нагло. Хантер Байден не просто продавал доступ к своему отцу вице-президенту или брал наличные за влияние на американскую международную политику. Все еще интереснее. В схеме, как вытянуть еще денег из буризмы, Хантер Байден называл своего отца не отец. Он называл Джо Байдена, вице-президента, мой человек. 13 апреля 2014 года, например, Хантер Байден написал это своему партнеру. Заявленное прибытие моего человека должно быть представлено как часть наших совещаний и обсуждений. Хантер Байден также добавил, что он должен быть финансово защищен на время длительных отношений с буризмой. Цитата. Контракт должен начаться уже сейчас, а не после прибытия моего человека. Он должен содержать аванс в размере 25 тысяч долларов. Неясно, получил ли Байден этот аванс, но мы знаем, что у него была высокооплачиваемая работа в буризме. Потом, в мае 2014-го, всего через неделю, как Хантер Байден попал в совет этой компании, главный руководитель очень четко дал ему знать, за что ему платят. Цитата. «Нам срочно нужен твой совет о том, как бы ты мог использовать свое влияние, чтобы передать сообщение, сигнал, чтобы остановить то, что мы считаем политически мотивированными действиями». Он написал это в эмейле. Цитата. «Используй свое влияние, чтобы передать сообщение». Какое сообщение? Что это значит? В другом эмейле от того же руководителя, предоставленном Нью-Йорк-пост от 17 апреля 2015-го, объяснено очень понятно, что это значит. Цитата. «Дорогой Хантер, спасибо, что пригласил меня в Вашингтон и дал мне возможность встретиться с твоим отцом и провести немного времени вместе. Это настоящая честь и удовольствие». Вот что вам нельзя читать. И вы можете видеть, почему Фейсбук и Твиттер не позволяли вам это прочитать. Если Джо Байден встречался с руководителями Бурисмы по просьбе своего сына с выгодой для своей семьи, то становится очевидно, что предыдущее отрицание Джо Байдена было ложью. Только в прошлом году Джо Байден говорил нам, что он не имел ни малейшего понятия, чем его сын занимался в Бурисме. «Вы — вице-президент, направленный в Украину». Обычный Джо слышит это и говорит, «Это звучит сомнительно. Как Вы считаете, что Ваш сын делал, чтобы получать такие деньги?» «Я не знаю, чем он занимался. Я знаю, он был в Совете, и я обнаружил это только после того, как он уже был там. Как-то так, и никто...» «Но у Вас было много времени. Разве не было желания разобраться?» «Нет, потому что я верю своему сыну». «Но это же дурно пахнет. Вы же вице-президент, высокие стандарты. Разве Вы не должны были убедиться, проверить на прочность?» «Нет, пока по его лицу...» «Пока по его лицу было бы не ясно, что что-то не так». «По его лицу не было ясно, что что-то не так». Это было до обнародования имейлов. Помните, в 2018-м Джо Байден объяснял, что он настоял на увольнении главного прокурора. Этот прокурор, Виктор Шохин, сказал, что он собирался расследовать Бурисму, когда потерял работу. Вот как Джо Байден объяснял, тире, хвастался, как он уволил Виктора Шохина. «Я получил обещание от Порошенко и... Яценюка, что они предпримут действия против прокурора, и они этого не сделали. И вот они входят на пресс-конференцию, и я такой, «Не, мы не дадим вам миллиард долларов». И они говорят, «У тебя нет таких полномочий, ты не президент, нам президент обещал». И я говорю, «Звоните ему». Я вам говорю, «Вы не получите миллиард долларов». Я сказал, «Вы не получите миллиард, я уже уезжаю через шесть часов». Я посмотрел на часы, «Если прокурор не будет уволен через шесть часов, вы не получите денег». Сукины дети. И его уволили. Почему вице-президент США увольняет прокурора в Украине? Остановитесь на секунду и спросите себя об этом. Это довольно странно, ведь это никак не помогает штатам. Зачем ему это делать? В то время сторонники Байдена отрицали, что что-то не так здесь. Они утверждали, что Шохин был коррумпирован, и что мир стал лучше после его увольнения. Чем он стал лучше, не объясняли. Но, конечно же, Джо Байден делал это не ради сына. Он ничего не знал о Бурисме. Он даже не знал, чем Хантер Байден там занимается. Потом, в прошлом октябре, мы показали вам фото Джо и Хантера Байденов на гольфе с членом Совета Бурисмы, партнером Хантера Байдена, человеком по имени Дэвин Арчер. Штаб Байдена никогда не давал объяснений по этому фото, а СМИ, конечно же, никогда это не освещали. Вместо этого, так же быстро, как они похоронили статью Нью-Йорк-Пост, так же быстро встали на защиту Джо Байдена. Обвинительное заключение импичмента основано на попытке президента Трампа накопать грязи на вице-президента Байдена в Украине и его сына Хантера. Мистер вице-президент, президент Трамп ложно обвинил вашего сына, что он сделал что-то не то во время работы в Совете директоров в Украине. Особо хочу отметить, что нет никаких данных о преступном поведении кого-либо из вас. Через несколько месяцев нам стало понятно, почему Андерсон Купер был так осторожен в интервью. В декабре избиратель в Айове попытался спросить Джо Байдена о бурисме и его здоровье. Джо Байден вышел из себя. Он обозвал его жердяем и вызвал его посоревноваться в отжиманиях. «Ты лжец, дружище. Это неправда. Никто этого не говорил. А если хочешь узнать, в какой я форме, давай поотжимаемся на спор. Давай пробежимся, что хочешь. Ты считаешь, что я устроил своего сына в нефтяную компанию? Говори прямо, козел. Слушай, друг, вот в чем дело. Вот в чем дело. Какое именно дело? Вот вопрос, на который каждый американец, неважно, какие у вас взгляды, имеет право получить ответ. Вам, наверное, интересно, что Джо Байден думает по поводу сегодняшних новостей. К сожалению, его штаб ограничил время до обеда. Это значит, что репортеры не смогли спросить про статью Нью-Йорк-Пост. Не то, чтобы они хотели, а вот мы бы хотели. Нами не управляют Гугл или Фейсбук или Твиттер. Мы бы задали все вопросы, которые хотели. И вот первый из них. Попали ли какие-либо деньги от Бурисмы или другой иностранной компании или иностранного правительства в карманы Джо Байдена или на счета любой организации, с которой он связан? Мы не обвиняем Джо Байдена в преступлении. Мы только говорим, что это уже давно загадка, как человек, живущий на госзарплату почти 50 лет, живет как богач 70-х. Вы видели дома Джо Байдена? Посмотрите. Роскошно, даже близко не описывает, как он живет. А вы так можете? Нет, не можете. Так как у Джо Байдена получается? Никто особо не заинтересован это выяснить, но мы заинтересованы и мы можем. Довольно много имейлов на этом ноутбуке в Делавери. Десятки тысяч. И Нью-Йорк-Пост не единственные, у кого есть их копии. Так что продолжайте следить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова